И еще несколько событий, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в Ирбите и в регионе в целом. В регионе сохраняются рекомендации по самоизоляции на дому лиц старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания. По-прежнему не отменены окончательно требования по предъявлению результатов ПЦР-тестирования при возвращении из-за границы и при обращении в некоторые медучреждения. В режиме готовности к реагированию на эпидситуацию остаются медучреждения, учреждения образования, областные и муниципальные органы власти. Отметим, что за понедельник в области было подтверждено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За предыдущие, субботу и воскресенье зафиксировано 108 и 114 случаев соответственно. Абсолютно все водоемы Свердловской области непригодны для купания. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора. Санитарные врачи обнаружили опасные бактерии и вещества, как говорится, в каждой луже. Всего в регионе было проверено 84 водоема и во всех обнаружено какое-нибудь химическое или биологическое загрязнение. Единственная речь идет о государственных территориях. По частным водоемам информации пока нет. Их собственники и арендаторы должны перед началом летнего сезона обращаться в Роспотребнадзор за санитарно-эпидемиологическим заключением. Но пока ни один частник в регионе этого не сделал. Ирбитский районный суд вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором в августе прошлого года по вине водителя легкового автомобиля погиб мотоциклист. Напомним, ДТП произошло 19 августа на перекрестке улиц Логинова и Мамина Сибиряка. Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной дороге. После чего столкнулся еще и с автомобилем «Шевроле Нива». При этом сам виновник с места аварии скрылся. В результате 34-летний мотоциклист скончался в больнице. Водителя ВАЗа нашли. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Ну а в качестве наказания суд приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.